И всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить кампанию Высота 32-34 в игре Arma 3. Вязался с командованием полка и попросил прямой выход на начальника артиллерии. Наши орудия открыли огонь по координатам от корректировщика. Одна единственная ошибка в расчетах корректировщика или ошибка расчета, и наши бойцы попадали под удар полковой артиллерии. В это же время разведывательная рота Алексея Смирнова подошла к позиции Орлиное гнездо, где стояли 2-й и 3-й взвод. Теперь бойцы 2-го и 3-го могли выдвигаться на 32-34, не создавая разрыва по линии крипта. Замком роты Сергей Ткачев повел ребят выручать своих. Так, в этой миссии нам нужно нанести артиллерийский удар. Очень точно. Миссия коротенькая. Артиллерию нужно нанести примерно вот в тот район. Вот так вот. И по зенитке. Зенитка еще живая. Ну че, сейчас мы их накроем. Прикольная озвучка. Вот и все. Вот вся миссия. Несколько миссий будет в этом видео. Постреляем с автомата теперь по ним. Боезапас главное экономить. Теперь бой на высоте вела вся 9-я рота. Оценив обстановку, духи отошли. Но, как выяснилось позже, только для того, чтобы перегруппироваться для новых атак. Темно. Не видно. Технических средств для ночного боя нету. Ни хрена себе их там сколько. Вот когда артиллерии это не помешало бы. Ну и еще будем их потихоньку отстреливать. Осветительных бы побольше в ту сторону. Да вот в том-то и дело, что нету их снизу-то. Пулеметчик да вообще где-то на горе засел. Подствольники на вооружении у них есть. Да и не только подствольники, похоже. Нужна осветительная. Срочно. Жаль, там укрытий нет. Так поближе бы подойти да расстрелять их всех. Быстрее бы было. Основной удар новой атаки Тухов принял на себя рядовой Андрей Мельников. Перемещаясь от кладки к кладке, постоянно меняя позицию, он отстреливался до последнего рожка, до последнего патрона. А потом пришел за новым рожком и упал перед Иваном Бабенко, успев только сказать «Патроны – все». Когда санитар Бабко снял с него бронежилет, он увидел, что Андрей Мельников должен был быть мертвым несколько часов назад. Его тело превратилось в один сплошной кровоподтек. Атаки на высоту продолжались. Еще одна миссия пройдена. Наблюдавшие за ходом боя командование полка высылает на позицию «Орлиное гнездо» еще одну разведывательную роту под командованием лейтенанта Борисенко. Тем временем атаки на высоту продолжаются. Изменив тактику, Тухи стали обстреливать высоту из гранатометов с дальних дистанций, надеясь прижать наших к земле. Сейчас снимем. Нужно занять удобную позицию, я думаю, вот в этом укреплении. Так, пуски были вот отсюда. Минус один. Ждем второго. Тот, походу, тоже все. Хотя нужно проверить. Так, вот еще два пуска. С этими будет посложнее, а не подальше. Кто-то вон там за зарядом бегает. Далековато. Оптику бы помощнее. Кажется, этот все. Но здесь хотя бы с осветительными проблем нет. Все подсвечено, все хорошо видно. Идет, идет. Уцелел, походу. Да никто сдаваться не собирается. Опять вышел. Куда стрелять нам не показано. Откуда еще пуски? Ищем. Там, походу, все. Нет, таки придется вернуться. Позиция очень удобная была. Ага, с другой стороны. Так. Так. Ждем. Они как будто по одной ракетнице с собой носят. Вообще-то для этого есть сумка и РПГ. Там их несколько штук положить можно. Изнемогая под грузом двойного боекомплекта, бойцы разведроты Алексея Смирнова бежали к 32-34. Тут главное не отстать от своих. Далековато идти придется. Кажется, на нас навели минометы. Продолжаем движение. Да как они нас в темноте-то увидели? Ладно, там мы подсвеченные были. Ну ладно, все целы. Идем дальше. Дошли вроде без потерь. Все нормально. Так, а куда идти-то? Нужно разнести патроны по позициям. Все помечено на карте. Разносить, видимо, больше некому, кроме меня. Бежим к самой ближней точке. Тут все через скрипт сделано. Теперь к следующей. Отлично. И теперь нужно идти на дальнюю точку. Куда-то сюда похоже. Понятно. Возвращаемся. Нужно найти медика. Почти на месте. Где кто кому что передать? Кому бинты? Где-то вот тут. Ну, на позицию, так на позицию. Кажется, сюда. Да вот тут с освещением, так-то беда. Противник-то не видно. А если видно, то не особо хорошо. Ну, вроде ничего, стрелять можно. Буду потихоньку их отстреливать. Кого получится. Держивать позицию. Ничего нового. По возможности, конечно, боезапас лучше экономить. С подствольника. С подствольника. Думаю, будет эффективней. Вот уже почти у цели. Да ни хрена себе. Надо немного повыше, наверное, взять. Во! Вот так норм. Так поэффективней будет. Правда, гранат не так много. Все. Гранаты кончились. Противник тоже. Куда вы там в темноту стреляете-то? Не, ну вот там пофиг. Они и в темноте видят. Зенитка на горе. Так ее артиллерия и не выбила. Позицию удержали. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока.